Общественная палата В смысле? Это будет пятый созыв и он должен будет приступить к работе с октября этого года. 48 человек будут трудиться на благо общества в течение трех лет. Состав Общественной палаты Кировской области формируется из трех блоков. Одну часть, состоящую из 16 человек, выдвигает глава региона. Кандидатов в список губернатора предлагают общественное объединение. Второй блок формирует Законодательное собрание Кировской области. Еще треть предлагают общественные некоммерческие организации. Такой состав работает в течение трех лет и все это время он призван поднимать проблемные вопросы и участвовать в их решении. Также среди задач Общественной палаты проводить экспертизу законопроектов и нормативных актов и осуществлять контроль за деятельностью органов власти. Общественная палата Кировской области – это важный институт гражданского общества или орган, который только создает видимость работы. Об этом поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии член Общественной палаты Кировской области Денис Пырлок и заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин. Здравствуйте. Добрый день. Владимир, на последнем пленарном заседании Законодательного собрания вы критиковали Общественную палату, говорили, что и сама палата, и ее члены бесполезны. Поясните свою позицию. Я сразу поправлю формулировку «не члены палаты бесполезны», а те, кто работает неэффективно, бесполезны. Поясню позицию. Ну, например, да, с простого, то, что обсуждалось, кстати, на пленарном заседании, Общественная палата, пользуясь правом внесения законодательных инициатив, в Законодательное собрание инициативу выносило, как выяснилось, две. Первая инициатива о внесении изменений в законы в Общественной палате, то есть сами себе, вторая – общественной деятельности. Ну, то есть очень важные, да, инициативы для жителей Кировской области, для той общественности, которую Общественная палата представляет вот в своем органе. Дальше. Те действительно важные проекты законов, которые широкий отклик получили у населения, например, прямые выборы мэра города Кирова, Общественная палата обсуждала в закрытом кругу, вот Денис Юрьевич не даст соврать, он в участии не принимал, Общественная палата пишет отрицательное заключение. Они проводили какой-то опрос, как провели, увидели результаты, отменили все, сказали, что там накручено, слушайте, ну, вы идите к людям, спросите у них, вот общественность, которая вас туда выдвигала, наверное, вам люди скажут, чего они хотят. Другой пример. Просто те инициативы, которые, ну, не инициативы, может быть, те больные вопросы, которые есть у жителей Кировской области, они в угоду как раз-таки вот тишины и спокойствия на Общественной палате не обсуждаются. По мне так, Общественная палата должна подпинывать исполнительную власть, наверняка законодательную власть, пользуясь правом законодательной инициативы, которые есть у Общественной палаты, выносить острые, самые острые вопросы, не избегать их, как сейчас происходит, а выносить на обсуждение, заставлять работать по этим вопросам, в конце концов, что-то решать, изменять. Мусорная реформа идет, Общественная палата, наверное, кричит, но как-то очень тихо, за закрытыми дверями, мы не слышим вот здесь. Так вот вы говорите, что это не члены Общественной палаты плохие, да, это сама Общественная палата, но ведь люди ведь этого не делают, они не вносят эти законодательные инициативы, они не обращают внимания на проблемы. Давайте посмотрим на порядок формирования Общественной палаты. Сначала пропускается часть через общественников, часть через губернаторскую квоту, и потом эти две части выбирают третью часть. Ну, как минимум из-за того, что у нас понятно, как складывается расклад сил, баланс сил в законодательном собрании и в органах исполнительной власти, но в правительстве. Мы предполагаем, что туда, в Общественную палату, в большинстве своем зайдут люди, согласованные кем? Правительством. Ну и, соответственно, вряд ли они будут спорить с правительством. Сам порядок формирования не несет в себе принципа открытости и действительного представительства в Общественной палате от самой общественности. Вот я считаю, что нужно менять подходы, тогда Общественная палата будет работать эффективней. Мы обязательно еще вернемся и к принципам формирования. Денис, вот вы три года проработали в Общественной палате, были достаточно активны, и вот вам не обидно слышать критику такую со стороны? Ну, безусловно, я, наверное, в большей степени согласен с Владимиром Александровичем по факту того, что не все общественные палаты не работают, а есть члены, которые не работают. И, ну, наверное, их не меньшинство в нынешнем созыве, что касается моей деятельности, например, или деятельности тех членов, которые я на самом деле считаю, что они, безусловно, работают, и те комиссии, по крайней мере, в которые я вхожу, вижу, как они работают, я думаю, что все-таки есть положительные моменты. Более того, у меня есть положительные моменты на моей практике за три года, когда удавалось все-таки убедить органы исполнительной власти, что нужно делать так, а не так, наоборот. Что касается подходов к формированию общественной палаты, то действительно они вызывают массу вопросов. Более того, я считаю, что нужно в целом менять, вносить правки в закон об общественной палате, не только Кировской области, но и, наверное, на федеральном уровне. Потому что сейчас, например, лишить статуса члена общественной палаты практически невозможно, хотя мы видим, что там и в Кировской общественной палате много людей, которые либо не посещают заседания комиссии, либо посещают их крайне редко. Вот вы говорили, да, что есть такие члены общественной палаты, которые там три раза. На сайте общественной палаты любой желающий может зайти, посмотреть, увидеть, любой депутат или тот, кто выдвигал, там, общественная организация, которая выдвигала кандидатов членов общественной палаты, может посмотреть, наверное, там, либо как-то пожурить, либо как-то, наверное, там, подтолкнуть его к тому, чтобы он более активно работал. Интересно, вот этот рейтинг учитывается при формировании следующего состава? Если человек не ходил на заседание, три раза был, он, вот какова вероятность, что снова он пройдет в следующий состав общественной палаты? Прописных правил нет. Не ходил, соответственно, не можешь участвовать, вот такого заградительного барьера нет, человек может подать документы и вновь претендовать на то, чтобы быть членом общественной палаты. Зачем это людям, которые приходят три раза на заседание? Наверное, ради статуса, вот, как ни парадоксально, в моем представлении общественная палата должна функцию эту нести главную, отстаивать интересы общественности. А кто-то это воспринимает как некая возможность, там, бывать на каких-то совещаниях, в конце концов, носить вот этот гордый, наверное, там, да, статус члена общественной палаты Кировской области. Только и всего. Я думаю, что вот для людей, которые так часто в кавычках посещают заседание общественной палаты, это так. Так, на самом деле, вот, кроме посещения заседания общественной палаты, есть ведь масса возможностей реализовать себя как общественников. Так ведь? И много общественников даже не рвутся в общественную палату. Они просто занимаются своей общественной деятельностью без оглядки как раз на общественную палату, потому что там есть четкие границы. А вот туда ты не заплывай, вот за эти буйки, а вот это ты не говори. Общественникам проще быть свободными, они вот сами разочаровываются в общественной палате как в инструменте, как в механизме достижения каких-то целей. То есть, опять же, общественная палата, наверное, должна общественникам помогать, продвигать те идеи, которые у них есть в их обычной работе. Но с этим проблемы. Ну вот, Владимир, вы не единственные, у кого есть претензии к работе общественной палаты, в их эффективности усомнился ваш коллега Федор Сураев, тоже на заседании ОЗС. Давайте послушаем, что он сказал. Полномочий у них особых нет, решений никаких они не принимают и, по большому счету, ничем полезным не занимаются. На мой взгляд, такой орган, так скажем, не очень полезный, не очень нужный. Ну вот, глава общественной палаты как-то, наверное, обиделась на вашу критику, и позже были в СМИ информации, ее слова о том, что вы просто не знаете, видимо, о том, как работают действительно общественные палаты, что у них там есть какой-то список дел, которые они выполняют, в командировки ездят и так далее. Я знаю тех членов общественной палаты, работа которых лично меня устраивает. И мы, кстати, разговаривали с теми людьми, которые как раз работают, они позвонили и сказали, ну что ж ты так, ну ты же разве не знаешь, что мы работаем, я говорю, слушайте, знаю. И вот к вам вопросов у меня лично нет. Я не совсем согласен, что Федор Васильевич Сураев сказал, в частности, он там говорил про то, что общественная палата, ну там руководители или ее представители должны приходить отчитываться перед депутатами. Упаси бог, зачем общественникам отчитываться перед депутатами? Наоборот, требовать депутатов, вот это да. А сейчас происходит обратная история, там, выходит кто-нибудь с инициативой, которая, ну вот всем, опять же, очевидно, что продиктована жизнью и интересна гражданам. Общественная палата не то, что не отстаивает эту инициативу, а пишет отрицательное заключение. А еще и в пресс-релизах читают, что едва ли не единогласно было принято решение, а комитет прогасовывал три на два. Ну то есть, ребят, ну это разве работа? По мне нет. И вот такая общественная палата, как вот тот хоккей, нам не нужен. Соответственно, нам не нужно. Денис, ну вот вы три года назад, когда вступили в общественную палату, приходили к нам в новости и были полны решимости поменять многое в работе общественного транспорта. Давайте послушаем, что вы говорили тогда. Давайте. Я хочу все-таки в общественной палате поднять вопросы транспортного обслуживания населения, как города, так и области. Тем более сейчас я возглавляю крупное областное транспортное предприятие. Соответственно, много вопросов, которые необходимо и можно решать на площадке общественной палаты. Я думаю, тот инструментарий, который есть сейчас в общественной палате, плюс возможность законодательной инициативы, она как раз нам поможет решить массу проблем. Это и нелегальные перевозчики, это и уровень доступности общественного транспорта для пассажиров. Вот как вы думаете, удалось, многое удалось поменять из того, что... Проблемы с нелегальными перевозчиками не удалось в итоге решить. Для междугородных перевозчиков. Если бы я, наверное, до сих пор сейчас занимал пост генерального директора Киров-пассажиров Татранса, то я думаю, что мы бы уже продвинулись в этом вопросе значительно. Я напомню, что благодаря моим действиям мы выявили, ну, самого, скажем так, беспредельного нелегального перевозчика. Мы его засудили в то время, когда я руководил Киров-пассажиров Татрансом. Оставалось буквально одно-два судебных заседания провести. Я покинул эту должность и, соответственно, суды все-таки встали на нашу позицию. Мы доказали, мы нашли нелегального перевозчика. Почему сейчас в Министерстве транспорта, проводя рейды, нам рапортует, что нет нелегальных перевозчиков, мы их найти не можем. Ну, мы же как-то их нашли. 12 судебных заседаний мы провели. Мы были на всех судебных заседаниях, нам это удалось. В итоге КПАД сейчас 1,4 миллиона рублей получит благодаря моим действиям и действиям моей команды в том числе. Ну, как-то помогла вам общественная палата в этом вопросе? Мне она помогла, но вот у меня одно из качеств есть, это самокритичность. Поэтому я считаю, что я не на все 100% работал. Первое время, безусловно, первые два года я считаю, что я выкладывался, по крайней мере, на 100%. Но год назад, когда я перешел на работу в автотранспортном предприятии, на самом деле я сосредоточился на работе этого предприятия, и было очень много проблем, которые до сих пор продолжаем решать. И, соответственно, я где-то уже темп избавил. Но на самом деле, я не знаю, как раз сидел вчера, анализировал после вашего звонка, что конкретно мне удалось использовать институт общественной палаты, ну и, наверное, там свою должность сделать. Ну, начну с последних. Вот, например, в мае проходил традиционный, проходил ямочный ремонт дорог. Ну, я нигде не кричал и никому не говорил, что более 50% участков, которые были ремонтированы, это были участки, заявленные мною. Более того, они были обследованы, более того, я держал их на контроле. Более того, после того, как администрация трапортовала, что она все исполнила, я съездил, проверил это все. И мне помогли мои водители, которые ежедневно уезжают на линию, и где-то были замечания. Но, тем не менее, мы нигде не кричали, не рапортовали, что общественная палата требует... А может быть, надо рассказывать? Просто поэтому и складывается... Все-таки давайте еще сравним бюджет на, назовем так, на пиар, на освещение деятельности общественной палаты и любого другого органа, например, того же законодательного собрания. Вот депутаты часто поднимают вопрос, что слишком большие суммы выделяются, но общественной палаты, если не совру, наверное, вообще такого бюджета нет. Вы только, когда приходите на наши заседания, на наши комиссии, освещаете ту или иную деятельность. Но если бы мы использовали столько миллионов, как, например, городская дума, областное законодательное собрание, наверное, каждый день бы мы только слышали, общественная палата сделала это, 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 это. Что касается, в том числе, опять же, вернусь к нашей работе, работы региональной группы по контролю за ремонтом дорог, мы на протяжении всего созыва говорили, что нельзя убирать светофоры с таймерами обратного отсчета. Нам заявляли все до Лунева, что это там новая система, что все будет хорошо работать, что у нас там снизится аварийность, что у нас увеличится пропускная способность на перекрестках. Что мы слышим? Полгода назад администрация рапортует, что мы, не то, что мы осознали ошибку, а мы все-таки возвращаемся обратно к той системе работы светофорных объектов, возвращаемся к таблу обратного отсчета, потому что аварийность на этих перекрестках выросла. Но никто же не сказал, уважаемая общественная палата, да, мы вас не слышали, три года занимались непонятно чем, но на самом деле вы были правы. Соответственно, что еще мне не удалось реализовать, о чем я неоднократно говорил, это все-таки так называемый проект «Зеленые волны» по городу Кирову. Есть масса вещей, которые можно без серьезных вложений сделать в нашем городе для того, чтобы увеличить пропускную способность на тех или иных загруженных участках. Вот если выехать в час пик, например, в пять вечера до Юго-Запада, наверное, придется ехать не менее 40 минут и так далее. Хотя есть оптимальные варианты решения этой проблемы. Почему не удалось тогда решиться? Ну, я вот вижу, что наши сотрудники администрации, которые отвечают за департамент городского хозяйства, они выжидают какую-то, наверное, позицию. Несколько лет кто-то одно и то же скажет, они как-то все это проанализируют и спустя 3-4 года выдают эту идею за свою и реализовывают. Ну, например, ремонт в этом году состоялся трассы Башарова-Победиловский тракт. Я про это говорил еще два года назад, что необходимо эти 5 километров отремонтировать, и вы сразу же разгрузите Победиловский тракт. Потому что, когда случается Победиловский тракт, самый аварийный у нас в городе Кирове и в пригороде. Когда случается ДТП на Победиловском тракте, встает, особенно летом, в час пик, встает половина города. Соответственно, никто не может выехать за город, никто не может вернуться в город. Вот сейчас, когда отремонтировали участок 5 километров Башарова-Победиловский тракт, я езжу часто по этой трассе. А вот вы говорите, что вам что-то удалось сделать, что-то нет. То есть вам не хватило какого-то ресурса административного или чего не хватило? Я считаю, да, в первую очередь не хватило ресурсов. В вторую очередь, все-таки не всегда нас, к сожалению, чиновники слышат, не всегда хотят принимать какие-то решения и, самое главное, отвечать за них. Но я думаю, что неважно, каким образом и когда нам удается что-то добиться, главное, чтобы к этому мы шли. По улицам, я говорю, много участков, которые я озвучил на протяжении трех лет, они сейчас начали реализовывать, ремонтировать. Но, опять же говорю, никто не сказал, что спасибо общественной палате. Владимир, так вот вы просто не знаете. Спасибо, Денис Юрьевич. Вы, наверное, просто не знаете. Даже те, кто сидят тихонечко, может быть, они и на заседания не ходят, но они, наверное, занимаются общественной деятельностью. Повторюсь, у меня есть понимание, что не все члены общественной палаты только ради статуса в общественную палату пришли, а есть те люди, которые работают. Ну, например, Инна Витальевна Валикжанина, ей низкий поклон, вот вопросы проблем в образовании, она не замалчивает, а выносит на обсуждение, привлекает как раз в том числе представителей правительства, администрации города Кирова, чтобы им подчеркнуть проблему лишний раз и услышать от них, как ее решать, а может быть, что-то предложить. Но, опять же, я не склонен считать, что это происходит благодаря общественной палате. Это происходит благодаря неравнодушию общественников ряда, которых можно максимум по пальцам двух рук пересчитать во всей общественной палате. И первое, что уже сказал, надо менять принцип формирования, и тогда общественная палата действительно будет общественной. И второе, ну, все-таки присмотреться к руководителю. Вы считаете, что от руководителя многое зависит общественная палата? Безусловно, что в общественной палате, что в законодательном собрании, что в целом в Кировской области и в правительстве. А вы как думаете? Ну, в любом органе все зависит от руководителя, наверное, но у меня в целом к Наталье Ивановне вопросов за то время, что она занимает пост руководителя, не было, потому что, ну, я говорю, мы с ней мало контактируем, я не вхожу в комиссии, в которые входит она, я не вижу, как она работает, кроме как глава общественной палаты. Но в те комиссии, по крайней мере, в которые я вхожу, в рабочие группы, мы активно обсуждаем, активно приглашаем сотрудников администрации, сотрудников правительства, если нам необходимо какой-то вопрос разъяснить. Поэтому мы работаем без оглядки, наверное, на председателя общественной палаты. Если говорить о личности руководителя, вы же наблюдали, как работает общественная палата, в разные годы работала. То есть по-разному она была? Раньше не было у вас нареканий к работе? Давайте вспомним предыдущий созыв общественной палаты. Это, в частности, общественный контроль над ремонтами дорог. Мы все видели общественную палату. И всем было понятно, что действительно общественники добиваются изменения. Сейчас благодаря ли общественной палате, либо само так случилось, благодаря, может быть, работе правительства, но с дорогами реально стало лучше. Есть ли в этом заслуга общественной палаты? Наверное, какая-то есть. То есть не будем списывать совсем. В эту группу сейчас входят почти все те же люди, которые входили в прошлый созыв. Руководитель поменялся. Возможно, Денис, вы тоже входите в эту группу? То есть работа ведется? Я еще раз говорю, что касается руководителя, почему от руководителя зависит многое? Не все, безусловно, но многое. Потому что отстаивать позицию, например, о том, что общественная палата действительно работает, и далее по списку вот что мы сделали, наверное, должен руководитель. Мне кажется, в эту студию должна рваться руководитель. Мы, конечно же, звали руководителя. Естественно, очень много дел, человек занят. Конечно, да. Но зато один из предыдущих руководителей общественной палаты, сейчас зампред правительства Дмитрий Курдюмов, очень оскорбился тоже вашими словами, наверное, и он вступился за общественную палату. Давайте послушаем, что он сказал. Уровень обсуждения вопросов на комиссиях общественной палаты, в общем-то, и те решения, и рекомендации по этим вопросам, они достаточно, я бы сказал, глубокие и всесторонне проанализированные. Вот у меня, например, абсолютно не возникает сомнения, что это независимый, очень важный общественный орган, который работает не только в соответствии с законами Кировской области и федеральными законами, но, в общем-то, и выполняет очень важную социальную функцию, общественную функцию, служит проводником мнений от Института гражданского общества к органам смыть на власти. Вот неизвестно, да, многие ли поддерживают действительно мнение Дмитрия Александровича, особенно после скандала, который, как мы помним, разгорелся по поводу голосования за выборы мэра, о чем мы уже начали говорить. Давайте сейчас напомним, о чем вообще идет речь, а потом обсудим. В апреле этого года общественная палата Кировской области проводила на своем сайте опрос, где жители могли голосовать, как они хотят, чтобы в городе выбирали мэра. Было два варианта – это прямые выборы населением или традиционное избрание по решению конкурсной комиссии. Позже кировчане стали обвинять общественную палату в накрутке голосов. Не обидно, что репутацию общественной палаты портит этот опрос. Это раз. И во-вторых, если общественная палата будет пытаться выдать этот опрос за реальный срез мнения кировчан, то общественного в этой палате останется лишь только название. Председатель общественной палаты Наталья Шитько сказала, что сайт пытались взломать, что в голосовании участвовали боты. Она добавила, что общественная палата получила много обращений о предвзятости голосования. Поэтому опрос на сайте завершили досрочно, а результаты признали недействительными. Действительно, был неприятный момент и был шанс, наверное, у общественной палаты сделать большой опрос и свою работу показать и с людьми повзаимодействовать. Может быть, опять же, мы не знаем, может быть, кроме этого опроса проводилась какая-то работа. Денис, может быть, вы в курсе? Почему вообще так вышло? Я нет, я узнал буквально все как раз из средств массовой информации, из официального заявления Натальи Ивановны. Как вам кажется, это все-таки накручивали эти голоса с помощью общественной палаты, сотрудники общественной палаты, или это действительно взломали сайт и были какие-то атаки? Мне здесь сложно судить. Я не исключаю, что, может быть, оба факта имели место быть. Но, по крайней мере, со мной никто не связывался, меня никто не просил проголосовать за или против. Я голосовал по своему убеждению на других ресурсах, которые раньше выложили эту информацию. Но здесь мне сложно реально судить, потому что я не участвовал в этих вопросах. Владимир, как вы думаете, в ком или в чем причина вот этого провала была? Я уже сказал, взаимосвязь прямая. И когда фактически большинство членов общественной палаты выбирается правительством или одобряется правительством, то рассчитывают, что общественная палата пойдет против правительства, ну, просто глупо. Но вот это и происходит, когда мнение общественности, настоящей общественности, идет вразрез с мнением правительства, общественная палата отстаивает мнение правительства. То есть вы хотите сказать, что общественная палата сама накручивала голоса? Я хочу сказать, что общественная палата не поддержала инициативу, которая исходит снизу, то есть от людей. Накручивала ли общественная палата, я за руку никого не поймал, поэтому я не могу так сказать. Но я считаю, что подавляющее большинство жителей Кирова, по крайней мере тех, с кем я общался, поддерживают инициативу прямых выборов. Общественная палата состоит из общественников, туда попадают только представители общественных организаций. Вы внутри общественных организаций проведите эти опросы, не надо ничего даже выкладывать ни в какие соцсети, нельзя это будет накрутить. Поручите каждому члену общественной палаты в своем коллективе, в коллективе общественной организации провести этот опрос. Принесите эти условные опросные листы, смс, голосование, в ватсапе, как угодно, но вы срез получите честный для себя. Внутри общественной палаты соберитесь и скажите, слушайте, ну ведь правда хотят. Ну да, нам там сказали не хотеть, но мы хотим. Нам сейчас нужно прерваться буквально на минутку, вернемся и продолжим наш разговор. В смысле? Какую пользу приносит общественная палата Кировской области и выполняет ли она свои функции? Об этом сегодня говорим с нашими гостями. В студии член общественной палаты Кировской области Денис Пырлок и заместитель председателя законодательного собрания области Владимир Костин. Если вернуться к тому, как люди попадают в общественную палату. С годами, я так понимаю, что система формирования изменилась, но вот уже три года назад бывший секретарь общественной палаты Александр Галицких приходил к нам в студию и высказывал недовольство тем, как формируются списки. Давайте послушаем, что он тогда говорил. Губернаторский список всегда был изначально, да, треть, но раньше губернатор как делал? Он, так сказать, я сейчас утрирую, он так садился, думаю, а вот хороший человек, известный, там написано было, внесший вклад, там т т т т, давай-ка я его вставлю туда. Вот сейчас даже если он так думает, он не может этого сделать по новому закону. Потому что ему предлагают кандидатуры региональной общественной организации, которые являются структурными подразделениями всероссийских общественных организаций. Их не так много в Кировской области. Получается, что активист, который нигде не состоит, не имеет никаких связей с властями, он не может попасть в общественную палату? Не может попасть в губернаторскую часть общественной палаты. Так он вообще не может? Ну вообще, на самом деле, законодательное собрание рассматривает представителей общественных организаций, не обязательно федеральных, не обязательно региональных отделений. Все равно это должна быть общественная организация. Вот смотрите, я активист, если я хочу в общественную палату, я что-то должна прийти к вам и сказать, вот я хочу, да, и вы что-то сможете сделать или нет? Сначала вы должны прийти в общественную палату, в общественную организацию, стать ее членом, убедить общественную организацию выдвинуть вас, например, в часть, очень сложные согласия. Ну вот опять же, общественность, надо убрать все эти преграды. На то и общественность, для того, чтобы высказывать мнение. Для понимания я представляю в общественной палате организацию Кировской областной федерации кикбоксинга. Как вы это сделали? То есть вы изначально состояли в этой организации? Да, я состоял в организации, более того, я председатель попечительского совета этой организации, но понятно, что кикбоксинг и общественная палата немножко разные, там вещи. Более того, я даже в комиссию по спорту не вхожу, но тем не менее, там такие же люди в этой организации находятся, такие же родители, детей, которые состоят в организации кикбоксинга. Соответственно, ну для, как уже Владимир Александрович говорил, для того, чтобы там опросить, провести опрос какой-то в этой организации, это в принципе все легко сделать. И более того, мы там очень часто общаемся с руководителем этой организации. Поэтому его мнение для меня также весомо, потому что они меня делегировали туда. Поэтому я думаю, что все это реально делать. И Сергеевичу повезло, в общем. Что он уже состоял в организации и мог воспользоваться этим. Будучи общественником, так сказать, независимым, не вступив ни в какой общественной организации, не создав общественную организацию в конце концов. Общественник, да, лишается права работать в общественной палате. Но есть ведь еще, наверное, вот как раз группы, там, допустим, по ремонту дорог. Туда могут попасть просто неравнодушные какие-то люди? Безусловно. И там, наверное, большинство неравнодушных нужно написать заявление, и Совет Общественной Палаты уже будет рассматривать. Но я напомню, что у нас сейчас туда входит, руководит Константин Сичихин, который не член Общественной Палаты. До этого он был член Общественной Палаты и, соответственно, руководил Совершей Рабочей Группой. У нас туда входит Шамиль Бузиков. Он тоже не представляет никакую общественную организацию, насколько я знаю, не член Общественной Палаты. Он эксперт от опорного вуза. Ну и ряд еще членов, которые не представляют никакие организации. Но надо быть все равно, наверное, специалистом, да, в своей области, чтобы... Безусловно, да. Но я напомню, что до того, как войти в состав Общественной Палаты, я тоже входил в эту рабочую группу, не будучи членом Общественной Палаты, и также участвовал в ее реализации. Поэтому мне было уже, наверное, проще войти в новый состав. Меня уже более-менее кто-то знал. И депутаты знали в том числе. Мы много говорим о критике в сторону Общественной Палаты. Но вот не все члены или бывшие члены Общественной Палаты поддерживают это мнение. Вот у нас сейчас на связи человека, которому мы уже сейчас только что говорили, Константин Сичехин. Константин. Скажите, пожалуйста, Константин, почему вы не согласны с критикой Владимира Костина? Я не согласен с критикой Владимира Костина, с многим депутатом, которые высказывают отрицательно в рамках работы Общественной Палаты. По той причине, что давайте не будем забывать, что одна треть Общественной Палаты, которые представляют интересы, общественные обвинения и наделенные полномочиями в законодательном собрании. По факту, получается, в законодательном собрании они спрашивают тех людей, которых они приняли полномочия на Большинной Палаты. Почему это происходит, Владимир? На самом деле, было у нас негласное закрепление по количеству депутатов за фракциями. Вот, например, Денис Юрьевич был предложен фракцией, которую я представляю, фракцией ЛДПР. Денис Юрьевич, я знаю, работает. Андрей Воробьев, то же самое. Мне за него не стыдно, если вдруг мне, как депутату, предложившему, фактически, вот этих двух членов Общественной Палаты, скажут, что они работают неэффективно, я знаю, что коллегам есть, что ответить. А вот все ли депутаты, которые рекомендовали часть ЗАГСобрания своих представителей, все ли могут сказать, что а вот наш-то представитель в Общественной Палате работает, вот так хорошо и здорово. Так что, ну, при этом с Константином сложно не согласиться, вот это вот, наверное, там, взаимосвязь, да, тех, кто делегировал и тех, кто в итоге стал членами Общественной Палаты, должна быть. С этим согласен. Да, слышите наш, да, Константин? Да, да, я слышал, но мне как бы интересно сейчас риторика Владимира получается. Недавно он на законодательном собрании очень критично высказывался в отношении работы в часа Палаты, а сейчас немножко поменял свою позицию ментально. И понятно, что за 5 дней, кого он делегировал, я тоже могу сказать, что эти люди работали, что Андрей Воробьев, что Денис Пырлов, они работали. Я не являюсь членом Общественной Палаты в следующий день, поддерживаю позицию Общественной Палаты, это повестный орган, это годы. Даже не являясь членом Общественной Палаты, можно работать там. Согласны ли вы, Константин, с тем высказыванием, что большинство членов Общественной Палаты не работает? Это не значит, что все не работают, но большинство там просто занимают место. Не согласен. Есть линии средних Общественной Палаты, есть линии каждого члена Общественной Палаты, вы можете туда зайти и смотреть. Да, есть члены Общественной Палаты, которые пришли и практически не работали, но большинство членов Общественной Палаты, а именно представление общественных объединенников, тем они выдвинуты, где они находятся, а не эти функции. Вот, Константин, а вы собираетесь в следующий состав? Нет? Не думаете об этом? Я еще не принял решение, но надеюсь, что сегодня, либо 5-го числа я сначала, если я определюсь, то я подам документы, сначала заказать на собрание, и интересно, проголосуют на заказать на собрание за меня. Будете голосовать, Владимир? Я еще не видел всех претендентов, ну и если Константин подаст документы, это как минимум вопрос на подумать. И, Константин, единственный вопрос, а вы почему решили, что я поменял свое мнение? Ну, я понимаю, что, может быть, там, исходя из того, что я похвалил работу двух членов Общественной Палаты, то, что вы слышали, а на самом деле не двух, просто вы не участвовали в нашем обсуждении, я вас уверяю, я мнение не менял. В нынешнем созыве Общественная Палата неэффективна. Ну, я с вами не согласен. Ну, это ваше мнение, я ведь не спорю. А таки всем не подпринялся. С вашим мнением бесполезно там спорить, потому что оно ваше, я свое отстаиваю, надеюсь, там, позиция моя понятна. Константин, спасибо вам, что вышли с нами на связь, спасибо, что вы сказали свое мнение. Денис, а пойдете вы в следующий состав? Ну, скорее, наверное, нет чем да. Я вот, мы до эфира разговаривали с вами, что я за эти выходные определюсь, все-таки не нужно мне идти в состав Общественной Палаты или нет. Я напомню, что я вошел в состав Федерального общественного совета, в котором, на самом деле, уже дважды мне довелось поработать. И, на самом деле, там та тематика, которую мы там обсуждаем, и та работа, которая там ведется, она ближе к моей нынешней деятельности, работе общественного транспорта. На самом деле, очень много вопросов федерального масштаба, который мы там принимаем. То есть, вам просто к чему ведете? Что у вас много дел, вам некогда этим заниматься? Во-первых, как я уже сказал, мне за последние полтора года сложнее стало совмещать с работой, потому что, ну, за три года я посещал 77 заседаний работы комиссии и пленарных заседаний Общественной Палаты. Это нужно найти время. Как правило, это все в рабочее время. Соответственно, ну, с моей работой в АТП сейчас мне тяжело стало это совмещать, потому что большой объем работы, предприятие достаточно огромное. Ну, и я считаю, что все-таки я, наверное, вырос из членов Общественной Палаты. Я подумаю реализовывать все-таки свою дальнейшую работу, наверное, в том числе в областном законодательном собрании. Но я не хочу забегать вперед, пока за эти три дня я хочу принять для себя решение. Ну, то есть, Общественная Палата была таким трамплином вот к этому? Мне кажется, для этого и идут, чтобы наработать связи. В том числе, да. Попробовать себя в общественной деятельности, чтобы потом пойти в депутаты, да? Кто-то, да, безусловно, но есть те члены Общественной Палаты, которые там на протяжении четырех созывов, например, да, в Общественной Палате, как Ашихмина, и она, насколько я знаю, там не планирует идти дальше в депутаты и не планировала. Соответственно, ну, кто где себя видит, я не спорю, что, может быть, я бы пошел дальше в состав Общественной Палаты, но у меня, я для себя вижу узкую специализацию, это дороги и общественный транспорт. Но на самом деле в Общественной Палате надо быть, наверное, там, разносторонним экспертом, там, чтобы максимально плодотворно участвовать в работе. Ну, нельзя быть экспертом во всех вопросах. Ну, по крайней мере, мне ближе пока общественный транспорт. А вот скажите, пожалуйста, на ваших... А им уделяем мало внимания в Общественной Палате. Вот, а на ваши рабочие группы по дорогам ходили чиновники? Вот мы знаем, что не всегда они охотно принимают приглашения, чтобы присутствовать на заседании, отвечать на какие-то вопросы. По нашим личным наблюдениям, вот у прошлого созыва более активно шла работа как раз из-за того, что приходили тогда представители власти. Сейчас мы уже говорили о роли руководителя Общественной Палаты. Возможно, это играет свое место или нет? Или мы, может быть, опять чего-то не знаем, но по нашим ощущениям власти вообще перестали... Что депутаты, что представители исполнительной власти перестали посещать эти собрания? Ну, вот как мне кажется, я сейчас там опять же не берусь обсуждать кандидатуру руководителя Общественной Палаты, но я считаю, что просто сменились те люди, которые приходили к нам. Чиновники. Да, чиновники. А за эти три года, на самом деле, там состав сильно обновился. Ну, например, нас игнорирует нередко министр транспорта, которого мы бы хотели хоть раз увидеть на своем заседании, который, чтобы он нам доложил вообще, как у нас ситуация с общественным транспортом. Не часто-то и появляется, когда они его приглашают. Поэтому, ну, хотелось бы, да, чтобы высокого ранга чиновники приходили и отчитывались о своей работе и вообще о своих дальнейших планах. Потому что, ну, иногда нам приходят и говорят одно, а потом мы узнаем, там, из средств массовой информации или из другого совещания совершенно другое. Соответственно, мы не понимаем, позиция подчиненного со своим руководителем, например, там, с главой администрации вообще согласована или нет. Потому что один говорит, что надо развивать, другой говорит, что нет, мы хотим совершенно в другом направлении двигаться. И поэтому как-то непонятно, в каком нам-то направлении двигаться, как специалистам общественной палаты. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки они чаще уделяли внимание этим заседаниям. Ну, да, наверное, здесь нужно как-то более жестче подходить к их, наверное, к приглашению их в наших заседаниях. Если не пришел тот или иной сотрудник, значит, надо, наверное, там, главе администрации как-то ноту протеста выслать. Если не пришел тот или иной сотрудник там правительства, Кировской области, наверное, председателю правительства. В принципе, что мы делаем? С другой стороны, это же все добровольно. То есть нет каких-то законодательных актов, которые могут на это повлиять и, там, не знаю, привлечь к ответственности, обязать ходить на эти заседания. Ну, вот сейчас со всеми этими рейтингами KPI, там, у руководителя, руководителей субъектов, руководителей глав администрации, я думаю, что как раз, я плотно с ними не знакомился, но как раз там, по-моему, есть в том числе участие там в таких институтах, как общественная палата. Поэтому посмотрим по концу года, когда будут рейтинги подводиться, насколько они будут. Более того, члены общественной палаты участвуют в общественных советах органов исполнительной власти. Соответственно, эти общественные советы тоже какие-то эффективны, какие-то неэффективны. И по результатам потом общественная палата направляет губернатору рекомендации, там, расформировать общественный совет, внести главе того ведомства, чей общественный совет работает некорректно, замечания. То есть, ну, насколько это играет в их дальнейшей там карьере какую-то роль, мне сложно судить, но хотелось бы, чтобы это было так. — Владимир, вы говорили, что вы не знаете еще, да, какие вам заявки поступают от претендентов? — Они до 5-го числа поступают. — Ну, много их? — Да, их довольно много, и явно будет конкурс. То есть, не 13 человек на 13 мест, поэтому конкурс будет. — Вы уже видели, кто эти люди? Нравятся они вам? — Видел, я просто из уважения к тем, кто еще подаст заявки, не буду сейчас называть фамилии. Дело-то ведь не в том, нравится, не нравится. Вообще, еще раз говорю, обсуждая персонально членов общественной палаты нынешней, предыдущей, мы акцент смещаем. Еще раз говорю, вот почему я высказался в пользу того, что общественная палата неэффективна, потому что неправильно формируется, во-первых. Во-вторых, ну, все, что сейчас делает общественная палата, направлено на придание некого шлейфа легитимности решениям правительства. Вот и все. То есть нет голоса общественности, никому он не нужен, по большому счету. Я не имею в виду общественность, я имею в виду вот те самые кабинеты, в которых общественная палата должна громко заявлять о мнении общественности. Вот не нужен там этот голос. А вот чтобы кивнули и потом сослаться на мнение общественности, сказать, ну, что вы хотите, вот общественная палата не поддержала вашу инициативу по согласованию министров в законодательном собрании. Ну, то есть людям, наверное, неинтересно самим, да, кто у них министр. Неинтересна дополнительная ответственность министров. Опять же, этот вопрос, прошу прощения, обсуждался с членом общественной палаты широко? Или он на одной профильной комиссии обсудился? Или вообще, может быть, не был обсужден? А председатель общественной палаты за своей подписью направляет письмо в законодательное собрание, что мы не считаем важным или нужным принятие этого решения. Коллеги, если вы хотите просто, я обращаюсь к правительству, то если вы хотите, чтобы вам просто на все ваши инициативы кивали послушные общественники, так не ждите от них тогда какой-то работы. Будет общественная палата абсолютно инертная, в которую люди будут приходить за статусом каким-то непонятным, вот зачем он им нужен. А если вы хотите общественность живую, так с ней надо работать. Ну мы уже как раз говорили о взаимодействии общественной палаты с властью, но безусловно, общественная палата должна взаимодействовать и с огромным количеством людей. И нам стало интересно вообще, что думают кировчане по поводу общественной палаты. Мы вышли на улицу, возможно, этот опрос, конечно, непоказательный, потому что мы там опросили не огромное количество людей, но все-таки мы спросили, кого из членов общественной палаты кировчане знают, и давайте посмотрим, что они ответили. Никого. Я не знаю, я вообще не политики. Не помню никого. Не знаю никого. Нет, не знаю. А знаете, чем занимается общественная палата? Не знаю. Ну, наверное, такими общими делами, общественными, ну, в смысле, например, приборка, может быть, приборка в городе или как, как випы, это, ну, в общем, мне кажется, что такие. Это общественная, наверное, больше всего от народа, да. Структура вообще не это, ну, как прокладка, которая вообще ничем практически не занимается. Никакой, вроде бы, помощи не оказывает. Как думаете, хорошо ли работает наша общественная палата? Могли бы работать лучше, я думаю. Мы не специально подбирали эти ответы. Это правда то, что вот, чтобы подходили к каждому, так говорили люди. Это тоже, наверное, говорит о работе общественной палаты. Как вам кажется, Денис? Безусловно, да. Ну, здесь вот еще добавлю, наверное, про то, что мало кто активничает, там, вступает в конфликт, например, да, с мнением органов исполнительной власти. Но я напомню, что как только я иду в разрез, например, там, с мнением администрации города Кирова, меня пытаются всячески остановить, начиная от проверок там администрации, да, которых у меня там за год уже было немало. Но, тем не менее, я свое мнение не меняю. И все-таки хочу, чтобы, наверное, и другие члены общественной палаты как-то, ну, если не брали там пример, то хотя бы понимали, зачем они идут в общественную палату и отставили позицию общества, которое они представляют. Владимир, ну, раз уж от вас сегодня много критики прозвучало, ну, давайте какие-то предложения. Что сделать следующему составу, чтобы вот наша общественная палата вышла на новый уровень, стала по-другому работать? Изменить принцип формирования общественной палаты. Каким образом это можно сделать? Ну, то есть, не обязательно человек должен в общественную палату попадать от общественной организации раз. Подождите, это же должен кто поменять? Это должна общественная палата должна принять какой-то... Общественной палаты, например, есть возможность законодательной инициативы взять и поменять закон об общественной палате, например, да? Безусловно, может быть, и депутаты могут это сделать. Но я, наверное, странно это видеть от меня, как человека, который вот высказывает претензии в работе общественной палаты, да? Наверное, общественники должны больше себя привлечь. Еще раз, общественная палата сама это может сделать. Надо ли? Вопрос. В нынешнем созыве законодательного собрания, почему я не вношу, да, опять же, хотя мог бы, нецелесообразно. Опять же, большинство-то депутатов подчинено воле правительства. И здесь нет, на самом деле, принципиальной разницы. Мы вот сейчас обсуждаем там неэффективность общественной палаты, а замените общественная палата на законодательное собрание, и аргументы будут все те же, да? Ну, за исключением, может быть, принципов формирования, да? Это принцип формирования, выборы немножко иной, всенародный. Вот претензии к законодательному собранию тоже есть. Допустите общественников, настоящих, допустите. То есть, вот именно не так, что там мы отсекли нужных в общественную палату, допустили, вот они там вроде что-то там делают, делают, многие, еще раз говорю, делают. Но вот по принципиальным вопросам, когда действительно нужно услышать голос общественности, его нужно не декларативно спросить и нашептать на ухо ответ, да, там, поддержите. И общественная палата поддерживаем. А дать возможность, пускай вам не понравится это мнение, но это мнение общественности. В конце концов, вы на основании его дальнейшие действия свои планируете. Но ведь этого не происходит. То есть, еще раз, принцип формирования, убрать обязательный механизм наличия там в общественной организации будущего члена общественной организации, и надо сейчас уже снова вселять в людей веру в общественную палату. То есть, когда только общественная палата создавалась, люди действительно видели ее как механизм решения каких-то вопросов, задачи элементарно просто обсуждения больных вопросов. Сейчас, когда общественная палата уходит в тень, кстати, почему мы не слышим тех общественников, которые работают, а где информационное сопровождение вот той деятельности, которая действительно важна людям? Да, вот про проблемы образования осветили широко работу общественников в общественной палате? Нет. Потому что Денис говорит, что денег не хватает в общественной палате, они работают за бесплатно денег. Вы знаете, а если уж говорить про бюджеты, которые выделяются на освещение деятельности правительства и законодательного собрания, там деньги весьма неплохие. Кстати, на общественную палату выделяется порядка трех миллионов рублей на ее работу. В год. В год, да. Это много или мало судить не мне, наверное, там члены общественной палаты лучше представляют. Но в рамках тех денег, которые есть у ЗАГС собрания и у правительства, наверняка нашлись бы деньги на освещение деятельностей. Общественная палата тоже. И если правительство, опять же, привыкло в своих пресс-релизах писать о том, как все хорошо и здорово, и не готово слышать иное мнение ни от ЗАГС собрания, ни от, может быть, несогласных даже членов правительства, то от общественной палаты и подавно. Было бы желание, осветили бы, я вас уверяю. Ну, в общем, пожелания ваши понятны, но понятно также и то, что навряд ли они сбудутся в ближайшем составе. Да, мы дальше цепочку цепляем. Новый состав депутатов ЗАГС собрания может внести изменения в законы в общественной палате, сделать там иной порядок формирования, в конце концов, принять решение своим большинством. Новый, состоящий из 40 человек. Это вы ведете к тому, что сейчас сами люди могут повлиять на то, как будет в дальнейшем сформирована общественная палата посредством выборов в законодательных собраниях. Об этом всегда говорю, что люди сами должны ответственно относиться к своему праву голоса. Нет, сейчас быстрее пройдет формирование нового состава общественной палаты, нежели выборов депутатов ЗАГС. Поэтому здесь-то они точно уже не смогут повлиять. Денис, ну на самом деле, следующий срок работы общественной палаты 3 года. И пускай даже по нынешнему формату будет сформирован этот состав, но спустя 3 года, например, в случае изменений в закону в общественной палате, в общественной палате формироваться будет, например, уже по-новому. Поэтому все реально. Денис, ну вот вы говорите, что у вас что-то получилось, что-то не получилось, что у вас там, вы поняли, что у вас слишком большая загруженность на работе, да, и у вас мало времени для общественной палаты. Но тем не менее, вы вот этот путь прошли. Какой вы можете дать совет тем, кто собирается, может быть, стать членом общественной палаты? Ну, не сдаваться. Я вот тут как раз хочу добавить еще пару фраз к словам Владимира. Я, на самом деле, с третьей попытки попал только в состав общественной палаты. И когда 6 лет назад я пробовал, я выступал на законодательном собрании, на комиссии. И те депутаты, которые единогласно меня тогда поддержали, почему-то на следующий день на пленарном заседании ни один не проголосовал. Ну, несколько, может быть, проголосовало. То есть еще раз к тому, что да, есть установки определенные. Это было 6 лет назад, то есть я про новый состав областного собрания молчу. Но, соответственно, я, несмотря на то, что 3 раза пробовал, я все-таки, там, на третий раз мне это удалось. И я считаю, что надо, если есть желание, нужно, безусловно, добиваться. Что касается тех барьеров, которые сейчас есть для вхождения в состав общественной палаты, это и наличие общественной организации. Я считаю, что мы с Владимиром Александровичем, поскольку я хочу изменить институт общественной палаты для того, чтобы он в лучшую сторону работал, я думаю, что мы с Владимиром Александровичем как раз после эфира это все обсудим. И, возможно, даже я внесу эти предложения на рассмотрение общественной палаты. Если они поддержат, то уже там на законодательное собрание мы выйдем. То есть, ну, несмотря на то, что я, скорее всего, в новый состав уже не пойду общественной палаты, но, тем не менее, мне хочется и дальше взаимодействовать. Я не исключаю, что я и дальше буду входить в рабочую группу по контролю за ремонтом дорог, потому что мне это интересно. Более того, у них есть полномочия по общественному транспорту, и уже, может быть, там как раз в новом составе общественной палаты нам удастся как-то более максимально улучшить ее работу и эффективность. Мы будем надеяться, да, на то, что... Запустили механизм прямо сейчас. Спасибо вам, что нашли время, пришли сегодня к нам. Я напомню, что у нас в гостях были еще член общественной палаты Кировской области Денис Пырлок и заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин. С вами были Надежда Ведерникова и Екатерина Зубарева. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!